Курорт Большой Вудьявор удостоен престижной награды горнолыжной индустрии России. Церемония вручения премии Ski Business Awards 2021 состоялась во время проведения международного форума «Спорт, туризм, бизнес. Взгляд в будущее». Это мероприятие традиционно собирают представители индустрии гостеприимства, тех, кто заинтересован в развитии туристической инфраструктуры. В этом году форум посетили 6,5 тысяч человек из 46 регионов России и стран СНГ. В какой номинации лидером стал Большой Вудьявор и, что особенно отметила жюри, знает Мария Савохина. Курорт Большой Вудьявор в рамках подведения итогов международной премии Ski Business Awards 2021 признан победителем в номинации «Лучшая концепция питания на горнолыжном курорте». Жюри по достоинству оценила новый проект панорамного кафе, бара и ресторана на вершине горы Айко Авинчор. В целом жюри высоко оценило развитие Большого Вудьявора и также потенциал его дальнейшего развития. Конечно, мы здесь говорим о том, что благодаря комплексным инвестициям компании FUSAGR в якорную инфраструктуру курорта, курорт все более привлекательный, все более интересен для гостей со всей России. В том числе панорамный ресторан, который сейчас строится и завершается строительство на вершине Айко Авинчор. Это тоже один из значимых и привлекательных туристических объектов инфраструктуры города Кировска. Ресторан на вершине горы Айко Авинчор – самое высокое панорамное кафе, бар и ресторан на северо-западе России. Пятиметровое остекление позволяет насладиться невероятными видами Нахибины, Кировск, Лыжный склон, озера Большой Вудьявор и Имандра. Помимо эстетической составляющей большой в архитектуре и в красоте видов вокруг, также будет еще представлена уникальная региональная аутентичная кухня, которая будет радовать наших гостей. Ресторан распахнет свои двери уже в начале этого горнолыжного сезона, который, кстати, стартует раньше обычного. Строители уже завершают работы по монтажу системы искусственного снижения склонов курорта. Первый искусственный снег на северном склоне появится в третьей декаде октября.